Несмотря на сокращение числа смертных казней в Беларуси с 1999 года, Беларусь по-прежнему выносит и приводит в исполнение смертные приговоры. И фактически является последней страной в Европе и на постсоветском пространстве, в котором смертная казнь применяется на практике. В частности, в текущем году также вынесен смертный приговор. Информация, касающаяся применения смертной казни в Беларуси, находится под завесой секретности и практически не открыта для общественности. Фактически отсутствует официальная информация о количестве приведенных в исполнение смертных приговоров. Официальные средства, массовая информация, а также представители власти говорят только о количестве вынесенных смертных приговоров. И это, в принципе, противоречит обязательствам Республики Беларусь в качестве участницы ОБСЕ. По оценкам правозащитного центра «Весна», за период независимости Республики Беларусь 1991 года и по настоящее время в стране предположительно казнили около 400 человек. Точную цифру исполненных приговоров на сегодняшний день огласить невозможно по нескольким причинам. Во-первых, это то, что любая информация по приведенному в исполнение приговорам находится за очень серьезной завесой секретности. Также, как и прежде, в соответствии с нормами уголовного профессионального законодательства, тела казненных родственникам не выдаются, не выдаются личные вещи, время и место захоронения не указывается, что, в свою очередь, приводит к мучениям родственников погибших. Комитет ООН при рассмотрении дела Бондаренко против Беларуси еще в октябре 1999 года было признано, что такие действия государства являются жестоким бесчеловеческим отношением к родственникам осужденных. До сих пор вышеуказанное решение комитета, не исполненная мать не знает, где захоронен ее сын, изменения в уголовный исполнительный кодекс не внесены. Во-вторых, попытки, так сказать, вычислить количество приведенных в исполнение смертных приховоров по количеству вынесенных судами высших мер наказания не уменьшались успехом, так как в период еще развала Советского Союза уже независимой республики Беларусь осталось, так сказать, наследие в виде приховоренных к смертной казни заключенных, в отношении которых приховор исполнения приведен не был. Например, из соседней Литовской республики приховоренных к смертной казни для исполнения приговора этапировали в Минск, начиная с 1962 года и вплоть до обретения республиками независимости. Еще очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, это постоянное нарушение Республики Беларусь международных стандартов и договоренностей относительно обращения в Комитет по правам человека ООН. Осужденных расстреливают, несмотря на включенные меры временного порядка, согласно которым приговор не должен быть приведен в исполнение, до рассмотрения обращений в КПЧ. Так, в семи случаях смертные приховоры были приведены в исполнение, до рассмотрения индивидуальных обращений КПЧОООН по существу и в нарушении Республики Беларусь специальных процедур. Также стоит отметить, что на данный момент КПЧОООН по правам человека рассмотрел пять индивидуальных обращений, осужденных смертной казни Республики Беларусь, по которым признаны нарушения в отношении статьи Международного пакта. Мы считаем, что пришло время ввести мораторий на смертную казнь в Республике Беларусь, как первого шага к ее полной отмене. Спасибо за внимание.